салют панки приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить на крайне интересную тему святость и одержимость как эти образы воплощались в истории культуры как они изменялись течением времени и где их по-прежнему можно найти ну и давайте без долгих прелюдий начнем ясное дело что образ святости и одержимости и вообще образ дьявола появились еще на самом деле в далеком средневековье в европейской культуре но если мы говорим с вами о традициях средневековой литературы то если картины одержимости перед нами были представлены достаточно хорошо и образ дьявола всегда был образом исключительного зла то вот со святостью все было не так однозначно да перед нами были примеры жизни святых и этой литературы в средневековье было немало но помимо этого в народном фольклоре у нас возникали совсем иные образы скажем так не совсем праведных монахов можно вспомнить например того же самого брата жанна зубодробила из великолепного романа франсуа рабле гаргантюа и пентагрюэль этот монах точно не славился умеренностью нет наоборот как гласит его прозвище больше всего он любил крестам вышибать зубы тем с кем не был согласен примерно так же выглядел и образ другого монаха который был не совсем монахом это образ брата тука одного из сподвижников робина гуда он тоже в общем-то оставил братство для чего для того чтобы быть одним из предводителей разбойничьей шайки однако ключевые изменения в образе святости возникает в тот момент когда уже в классическую эпоху в середине 17 века великий французский комедиограф жан-батист мольер в своем произведении тортюв выводит одноименный образ кто такой тортюв кстати история этой пьесы действительно крайне интересно во первых это то произведение которое вызвало в жизни мольера пожалуй самые большие проблемы постановку этой пьесы не раз запрещали мольер приходилось ее постоянно перерабатывать а кроме того сама история создания этой пьесы и вообще жизнь мольера оказала огромное влияние в том числе например на михаила афанасьевича булгакова не случайно его постановку кабала святош которая была посвящена именно мольеру определенный момент сняли с показов в театре хотя было четыре спектакли и все четыре спектакли прошли с аншлагом но советское государство не захотел терпеть подобной пьесы по какой причине потому что в образе тортюфа перед нами мольер впервые показал то что является на самом деле главным злом что же такое это лицемерие дело в том что перед нами действительно мольер раскрывает одну из самых интересных сторон что такое святость которая только кажется святостью и которая прикидывается чем-то благим а на самом деле несет себе далеко не самые лучшие побуждения именно такой тортюф он легко бы оставил всех без ломаного гроша легко бы одержал победу если бы если бы в комедии мольера не было в определенный момент применено одного очень интересного приема так называемого бога из машины действительно вся комедия заканчивается хорошо и счастливо но только по одной причине перед нами появляется образ короля который все-таки разгадывает в тортюфе обманщика и поэтому все его злодеяния в итоге сводится на нет однако сама комедия заканчивается утверждением что на самом-то деле эти лицемеры эти тортюфы они нигде не перевелись и они по-прежнему правят миром это особенно интересно в том ключе что мольер своим образом образом лицемера образом святости который не является святостью во многом предскажет те темы которые в дальнейшем будут развиваться в искусстве эпохи романтизма да именно романтики по новому взглянут на вопросы святости и одержимости дело в том что романтики вообще для себя будут выбирать не самые обычные и привычные темы давайте с вами посмотрим на литературу 17 века мы увидим что практически все произведения были разбиты по определенным жанрам причем любое перемещение сюжетов между этими жанрами не особенно приветствовалось так у нас например были точно высокие жанры каким относилась например трагедия и были жанре низкие такие например как комедия можно конечно говорить о том что мольер сделал жанр высокой комедии но на тот момент этого еще особенно никто не понимал знаете в перерывах между созданием роликов мы с командой любим побаловать себя чашечкой кофе по кофейням ходить не всегда удобно да и кофе там порой продается не первой свежести поэтому у нас все всегда с собой из недавних пор заказываем только в интернет-магазине тесте кофе во первых это очень вкусно и быстро если заказать до 13 00 как мы обычно и делаем кофе обжарит и привезут вам в этот же день получается безумно ароматные в супермаркетах вы такого не найдете процесс обжарки можно даже посмотреть в онлайн режиме как и другие процессы компании можно даже узнать имя фермера который это кофе вырастил во-вторых то есть и кофе всегда все вкусно ни разу не было такого чтобы кофе нам не понравился все потому что ребята постоянно ездят на ферме и выбирают лучшие лоты кофе со всего мира в третьих в интернет-магазине просто огромный ассортимент тут тебе и в зернах и для разных типов кофеварок и в капсулах и в виде дрипов и еще огромное множество всего разного с помощью дрипов кстати можно заварить кофе ничем не хуже а то и вкуснее чем в кофейне в общем тесте кофе мы любим всем сердцем поэтому вам тоже настоятельно советуем попробовать поверьте это намного вкуснее чем кофе что стоит на полках магазинов переходите по ссылке в описании или сканируйте qr-код на экране и заказывайте свеже обжаренный кофе в интернет-магазине tasty coffee а по нашему промокоду панк 15 вы получите скидку 15 процентов дело в том что в конце 18 начале 19 века у нас происходит первое появление можно сказать массовых жанров литературы до этого массовая литература как таковой у нас по сути дела и не было во первых потому что не было налажено нормально книга производства и книгопечатания а во вторых потому что просто не так много людей умели читать но концу 18 века с распространением грамотности с увеличением с улучшением производства книг литература получила новый виток к распространению читающей публике становилось все больше и внимания этой читательской публике нужно было каким-то образом увлечь а чем можно увлечь практически любого человека конечно нагромождением как можно большего количества странных таинственных во многом мистических событий которые могут вызывать у вас неподдельную дрожь именно в конце 18 века у нас появляется жанр ужаса главная задача которого была именно пощекотать нервы читателям при этом нужно понимать что жанр рассказов ужаса и романов ужастиков на тот момент был еще не совершенен не было еще четко разработанных приемов хоррора с аспенса короче всего того что мы имеем литературе в нынешнее время уже и поэтому опять же люди в то время могли приходить в шок просто от одной картины встающего из гроба мертвеца или неожиданного появления например какой деталь доспеха поэтому когда вы читаете например роман замка отранта вам очень тяжело поверить в том что это на самом деле роман ужаса но да так оно примерно и было хотя одно из самых ужасных событий это то что там в определенный момент недалеко от замка появляется огромный шлем потом разные детали доспехов и в общем-то это и все ужасное что там есть очень вдохновленный с одной стороны немецкой литературы а с другой стороны уже популярными на тот момент романами ужаса молодой человек из англии которого звали мэтью грегорин льюис в возрасте 21 года написал один из первых бестселлеров в жанре ужаса и это был замечательный совершенно его роман монах кстати к этому произведению обращались очень многие определенный момент фильм по роману и льюиса думал снимать даже гатар правда он до этих съемок так и не дошел и и потом выходила не одна экранизация и попытка вообще воспроизвести этот текст в кино в том числе одна из последних попыток с винсаном касселем можете посмотреть если не видели что же здесь перед нами появляется да мы эти грегорин льюис написал свой роман очень быстро всего за 10 недель он кстати издал его даже не под своим именем потому что сомневался в том что это имеет какое-то литературное достоинство хотя потом не раз переписывал произведение в том числе отвечая на все запросы критиков которые говорили о том что в романе нет достаточной художественности льюис действительно смог создать повествование в котором мы встречали образ мнимой святости перед нами главный герой зовут его амбросио и амбросио монах монах который в общем-то думает о том что ему уже почти уготован рай он с жаром обличает грех с жаром доказывает свою правду но на самом деле совершенно не знает что в своей гордыне он все больше и больше приближается к дьяволу почему потому что дьявол только и думает о том как сбить праведных монахов с их пути в определенный момент мэтью грегорин льюис поднял очень важные вопросы которые на самом деле были для того времени и того общества ну скажем так как минимум прогрессивными да не будем забывать тогда еще не было никакой либеральной повестки связаны с лгбт и поэтому появление например трансвестита в книге это уже само по себе было уникально атакует развести в романе монах появляется дело в том что он бросил в определенный момент замечает что на одного из послушников он смотрит ну как-то странно послушник этот по какой-то причине вызывает у него жгучие таинственное желание что в общем-то не слишком типично и можно было бы здесь даже предположить гей любовь но нет это не так дело в том что послушник этот оказывается прекрасной девушкой эта прекрасная девушка рассказывает слезливую историю о том зачем и как она пробралась в монастырь и в конечном счете все таки отдаётся амбросио амбросио теперь уже не такой хороший монах все-таки он совершил проступок и явно рай для него уже не открыт но амбросио не хочет останавливаться ему теперь мало одного этого несчастного послушника под личиной которого скрывалась прекрасная девушка быстро к девушке он охладевает и начинает питать любовь совершенно к другому объекту точнее это даже не любовь это желание и вот перед нами возникает достаточно интересная тема которая в дальнейших литературных произведениях получит куда более обширное воплощение что представляет из себя одержимость это прежде всего конечно одержимость желанием и так амбросио из святого человека превращается в человека одержимого который теперь понимает что без обладания женщины его жизнь уже не полная к своему послушнику которому он охладел амбросио обращается с речью где говорит о том что вот они больше не могут проводить времени вместе и о том что он амбросио влюблен в другую девушку и знаете что делает послушник он говорит не беда амбросио да ну что же бывает ты охладел ко мне но я помогу тебе достичь твоих желаний и завоевать ту девушку о которой ты теперь мечтаешь понятное дело что завоевание этой девушки заканчивается достаточно худо если говорить еще точнее амбросио и вначале насилует а потом убивает за что его в определенный момент ловит инквизиция инквизиция уже готовится отправить его на костер и вот тут к амбросио и приходит дьявол который говорит ему видишь там костер да костер уже горит ради тебя амбросио поэтому ну-ка давай продай мне свою душу и если ты продашь мне свою душу то я тебя спасу и унесу отсюда амбросио монах а не нотариус и поэтому свой договор с дьяволом он составляет максимально тупо он просто говорит о том что он продаст душу за то что дьявол его унесет подальше из этой темницы дьявол и уносит его подальше из этой темницы но проблема в том что это и были условия всего договора дьявол приносит амбросио в горы амбросио говорит ну вот да давай дальше а дьявол ему это чё дальше ты меня просил унести все я тебя унес твоя душа теперь моя и скидывает его с высоты но помню да перед нами готические романы поэтому когда амбросио скинули с высоты он не может просто умереть потому что вам нужно как можно больше жути и и поэтому амбросио ломает себе все кости пока падает вниз орет кричит но не умирает не умирает до того момента пока не наступает истощение то есть валяется он там еще больше недели потихоньку полигонку отходя в мир иной такой вот роман ужаса там еще много всего другого если вы думаете что мэтью грегорин льюис этим ограничился нет совсем не ограничился там появляется еще и образ вечного жена ага сфера а помимо этого появляется еще и другой крайне интересный образ это конечно же герой который женится на призраке в тот момент когда думает похитить свою возлюбленную чтобы потом сочетаться браком с ней такие дела в общем если интересно обязательно прочитайте это произведение дело в том что мэтью грегорин льюис начинает целую историю в направлении жанра ужасов и в направлении романтической литературы потому что с этого момента тема одержимости и тем продаж души дьяволу вообще для литературы романтизма станет одной из основных здесь можно вспомнить и эрста теодора амадея гофмана его роман эликсиры сатаны можно здесь вспомнить и куда более позднее произведение которое кстати во многих отношениях повлияло на михаила афанасьевича булгакова в тот момент когда он писал свой бессмертный роман мастера маргарита это был роман русского писателя кстати причем роман очень крутой изданный в самом начале двадцатого века роман брюсова огненный ангел был переведен почти сразу же на все европейские языки и особенно популярен он был в германии где кстати и происходит действие этого произведения брюсов вообще для того чтобы написать этот роман очень много путешествовал по германии в частности он не раз бывал в кельне изучал документы времен средневековья связанные с этим городом и все для того чтобы вам детально изобразить атмосферу того времени роман брюсова оказался настолько хорошо написанным и настолько популярным что в германии напрямую ходили разговоры о том что автор этого произведения просто не мог быть русским почему ну потому что слишком хорошо он знает германию слишком хорошо он знает историю этой страны такие вот были доказательства однако нет в брюсов русские и в его романе огненный ангел мы тоже можем увидеть с вами вопрос о одержимости главная героиня в которую влюбляется рыцарь рупрехт который только-только возвращается из нового света как раз будет женщиной одержимый дьяволом она дьяволу и продаст свою душу больше того будет ведьмой короче доведет рупрехта до полного краха и все равно в определенный момент сгорит на костре инквизиции а рупрехт останется у разбитого корыта это кстати история любви самого валерия брюсова и вот таким-то образом он ее зашифровал но когда мы говорим с вами о связи любви и одержимости конечно мы не можем с вами не упомянуть такой персонаж из великого романа виктор гюго это еще один потрясающий романтик но на этот раз из франции и конечно речь пойдет про его произведение собор парижской богоматери и когда мы начинаем говорить с вами о викторе гуго конечно надо вспомнить традиции французской литературы и даже в том числе традиции французского классицизма дело в том что для французской литературы в 17 еще веке и даже в 18 веке одним из наиболее характерных конфликтов был так называемый конфликт между долгом и чувством то есть герой оказавшийся перед определенным выбором правильный герой литература у нас на тот момент изображала только правильных героев должен был выбрать долг за место чувства и именно долг предвали и именно долг превалировал над любым чувством так например поступает сит в знаменитые трагедии карнеля сит да несмотря ни на что он не поддается своим чувствам а выполняет свой долг и выполняет его до самого конца на этот вопрос виктор гюго смотрел совершенно иначе не случайно в его великом романе сам бар парижской богоматери а это действительно великое произведение во первых с точки зрения исторического романа не будем забывать что именно благодаря этому произведению мы с вами знаем собор нотр-дам-де-пари в том виде в котором мы его знаем сегодня дело в том что еще в середине 19 века многие французы были убеждены что этот собор который выглядел на тот момент намного беднее чем он выглядит сейчас не было там всех этих статуй горгулий не было и всех украшений вообще много чего не было до французы были убеждены что вообще это старый дряхлый собор и его надо бы снести и вот именно виктор гюго своим романом пробуждает огромный интерес к этому зданию заражает большое количество архитекторов в том числе архитектора и жена виоле ледюка который в конечном счете перестроит собор и теперь мы говорим о том что это одно из самых красивых произведений готики хотя больше его часть была создана в 19 веке такие дела виктор гюго романтик и конечно в выборе между долгом и чувством чувство всегда одерживает победу над долгом потому что чувство сродни одержимости и противиться этому чувству возможности нет в его романе появляется образ который с одной стороны служит отражением образа святости но вместе с этим является и воплощением образа одержимости и конечно речь у нас здесь пойдет про клода фрало именно клод фрало наставник квазимода в определенный момент произносит один из самых сильных монологов этого романа виктора гюго когда он говорит о книге показывает на книгу и произносит это убьет то имея ввиду что книга печатание убьет архитектуру и убьет влияние соборов потому что до этого момента главной книгой в средневековье был именно собор собор сообщал всю информацию людям собор воздействовал на их эстетические чувства собор воздействовал на их веру а книга печатание как более совершенный инструмент конечно по мнению кода фрало должно было положить конец времени соборов с чем не может справиться клод фрало своей любовью к цыганке эсмеральде с одной стороны он ее проклинает за то что она ведет себя нечестиво но не может справиться со своим желанием при этом он полностью перекладывает всю ответственность именно на нее потому что она как объект его желания виновна в его греховности всеми возможными способами он пытается получить ее обладать ей и когда у него это не выходит то решает поступить так как и поступает любой человек который не достиг своей цели решает ну не доставайся уж ты никому из-за чего в конечном счете эсмеральда и погибает простите за такой спойлер но думаю что все примерно и так знают сюжет этого романа тут перед нами разворачивается крайне интересная история история которая в дальнейшем в литературе получит крайне интересное отображение перед нами представлен герой который пытается противиться своей одержимости но все равно не может этого сделать больше того на виктор гюго показывает нам одним из первых в литературе эволюцию чувства мы буквально видим как развивается одержимость клода фролло которая в итоге доводит его буквально до помешательства вот это исследование чувства развитие эмоций это то что будет интересовать писателей в последующей эпохи не случайно у виктора гюго будут замечательные последователи которые кстати отбросит к чертям романтизм потому что романтизм для них будет слишком неприемлемым действительно кажется что многие сцены у виктора гюго они как будто надуманные многие конфликты тоже кажется как будто высосаны из пальца но это легко понять если мы говорим о том что перед нами произведение романтизма где все эти условности должны приниматься на веру однако с развитием реализма эти условности стали не нужны однако многие элементы которые у себя изображал виктор гюго они все равно были замечательно воплощены конечно здесь нужно было бы упомянуть великий роман эмиля золя которым мы уже однажды говорили можете посмотреть наш выпуск про женские измены этот роман называется тереза ракен в данном случае эмиль золя говорит об определенной одержимости плоти золя вообще в принципе подходит к исследованию человека исключительно с научной точки зрения он и да 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 эмиль золя можно назвать за это даже фашистом наверное ну давайте сделаем скидку все-таки этот человек жил в 19 веке и тогда представление о том как формируется характер человека были все-таки немного другие поэтому золя был полностью убежден что на формирование характера человека оказывает влияние несколько вещей это среда социальная до его раса исторический момент и еще один очень важный пункт привет евгеника это конечно его наследственность то есть если ваши родители например там алкаши или еще что-то подобное вам хорошим человеком просто по мнению эмиль золя не вырасти этому в общем-то и посвящен на весь его цикл ругон макара который рассматривает две линии одного рода прародитель одного рода успешный предприниматель прародители другого рода алкаш и буян и вот с одной стороны у нас будут успешные коммерсанты это как раз ругоны а все наследники макаров как раз наследники алкаша и буяна они будут таким проститутками художниками будут каторжниками короче в общем людьми второго сорта что интересно для эмили золя это конечно одержимость человека своими страстями такой например и становится тереза ракен из-за чего она решается на убийство своего чахлого мужа именно из-за того что он никоим образом не удовлетворял ее страсти в отличие от лорана ее плоть жаждала раскрыться и только один любовник смог это сделать а дальше именно в этом одержимости плотским чувством она и видит свое счастье и для этого ей не жалко совершить ничего даже не жалко совершить преступления как впрочем и лорану не менее интересно этот вопрос будет раскрыт и у другого великого французского писателя и об этом произведении мы с вами еще не говорили хотя конечно писатели этого упоминали опять же в нашем выпуске про женские измены можете его посмотреть произведение это гюставо флабера и называется она иродиада дело в том что у флабера есть на самом деле очень различные по своему характеру и качество произведения есть произведение которое он писал о современной ему жизни и там он как раз показывал окружающий мир как бесконечную пустоту он пытался вам показать всю пошлость окружающей жизни и только в редкие моменты например в описании блестящих пейзажей мы видим как что-то да некое авторское зрение встает над этой пошлостью жизни но в тот момент когда флабер обращался к прошлому его взгляд становился совершенно другим в прошлом все было иначе прошлое было наполнено величием и так именно и предстает перед нами его иродиада в чем сюжет этого небольшого произведения иоанну крестителю должны отрубить голову отрубает эту голову ирод великий причем отрубает эту голову ирод великий только по одной причине он мечтает провести ночь с иродиадой и иродиада просит у него эту голову святого которого сам ирод на самом деле убивать то и не очень хочет у флабера есть одна замечательная вещь он не пытается вам показать мысли героя мысли героя вообще для него остаются тайной и по этой причине флабер безумно кинематографичен фотографичен давайте посмотрим так вы наверняка видели фильмы об одержимости можете вспомнить опять же знаменитые сцены с одержимыми которые бегают по потолку это у нас фильм экзорцист допустим и вот возникает вопрос откуда же родились эти образы одержимости и вы не поверите их предвидел именно гюстав флабер дело в том что он показывает вам вот это наступающее зло вроде бы в обычном человеческом образе в тот момент когда иродиада приходит на пир к ироду и начинает танцевать перед ним она вначале исполняет максимально чувственный танец такой что ирод уже не в силах противиться себе и говорит только одно и повторяет приди приди ко мне и ты получишь от меня все что ты только пожелаешь и вот в тот момент когда он это произносит заметьте как классно это показано это же по сути дела уже не литература а кино потому что перед нами автор действительно не рассказывает а показывает мы видим как иродиада во время окончания своего танца вдруг изгибается запрокидывается назад и и вот подобно пауку но четвереньках задрав голову голову назад подходит к ироду и улыбаясь говорит ему мы не нужна от тебя только голова и она кома и на этом все именно вот это вот перевоплощение перевоплощение во что-то отвратительное перевоплощение по сути дела в фигуру которая нас пугает причем пугает своим внешним обликом потому что выглядит максимально неестественно и показывает нам то что будет происходить следующий момент а в следующий момент у нас будет происходить именно убийство святого так на секундочку дело в том что что-то резракен да что иродиада что кстати и образы у мэтью грегори на льюисы что даже эсмеральда которая пробуждает такое фантастическое желание в клоди фролой за чего он может забыть вообще о всех своих нравственных ориентирах все это было вызвано одним эстетической привлекательностью но эстетически привлекательным может ведь быть не только женское тело эстетически привлекательны очень многие вещи в том числе например насилие не будем забывать с вами про замечательное совершенно произведение это роман энтони биржеса заводной апельсин по которому снят еще кстати и великий фильм стэнли кубрика у нас кстати с отцом было большое обсуждение этого произведения можете посмотреть наш выпуск жжа если еще не видели так вот помимо заводного апельсина который показывает как раз то что насилие может быть эстетически привлекательно и может быть очень тесно связано с искусством эту тему в своем произведении способный ученик поднимал и один из классиков современной массовой литературы зовут его стивен кинг и именно с этих произведений началась его популярность действительно в одном из своих первых и наверное лучших сборников который называется четыре сезона стивен кинг коснулся того же самого вопроса который в определенный момент у себя в романе заводной апельсин поднимал и энтони биржес а именно вопрос о том насколько вообще насилие может быть эстетически привлекательным к чему может привести очарованность насилием и конечно это его рассказ способный ученик перед нами типичный абсолютно для стивена кинга сеттинг вообще если вы много раз читали этого автора вы можете увидеть что примерно одни и те же герои во всяком случае одни и те же образы повторяются у него из одного произведения в другое произведение и его рассказ способный ученик не исключение перед нами главный герой типичный американский подросток светловолосый радостный увлеченный жизнью и плюс помимо всего прочего еще и способный ученик который безумно радует своих родителей отец его состоятельный архитектор мать домохозяйка и вообще вся семья живет счастливо и отлично главный герой мечтает стать детективом он зачитывается различными произведениями которые изображают крутых детективов засматриваются фильмами и в определенный момент решает сам провести свое собственное расследование он убежден что попал в десятку и убежден что под видом одного из жителей лос-анджелеса который проживает не так далеко от него скрывается на самом деле бывший помощник коменданта концлагеря освенцим и так оно и оказывается он хочет взять этого бывшего помощника коменданта концлагеря по сути дела в свои руки он хочет полностью контролировать его жизнь при этом самое главное о чем он хочет узнать он хочет узнать все подробности как же происходило то страшная работа в концентрационном лагере еще до этого момента мальчик внимательно изучил практически все что попадало ему в руки о третьем рейхе и о второй мировой войне он был не просто в ужасе его не просто тошнило от всех этих подробностей он испытывал практически сексуальное удовольствие ему казалось что он наконец нашел свою тему вот она очаровательность темы зла и вот она пробуждающаяся одержимость которую совершенно замечательно у себя показывает стивен кинг постепенно мальчик все больше проникая в рассказы старика который отвратителен на вид не вызывает его никакого уважения и вообще похож больше на развалину алкоголика а не на могущественного бывшего начальника одного из самых страшных лагерей смерти так вот главный герой постепенно понимает что на самом деле стал соучастником чего-то очень страшного отчего он уже отделаться никоим образом не может он понимает что его преследуют кошмары и эти кошмары очень сильно влияют на его жизнь он теперь просто не может жить без убийства и если все начинается с того что он давит и так уже подбитую синичку которую видит у дороги причем кинг описывает вам это со всеми подробностями парень садится на велосипед и раз ее проезжает два потом проезжает три проезжает пока птицы уже совсем не перестают двигаться так вот если все начинается с убийства животных то потом переходит и на убийство людей потому что это жажда одержимости это жажда насилия становится в этом подростке практически неконтролируемо что в итоге и приводит его к крушению это по сути дела переложения той же самой темы об одержимости которую мы видели еще в начале нашего рассказа на примере мэтью грегори на льюис а но здесь вам это показано с куда большим количеством хоррор элементов в том числе и элементами саспенса и неожиданными поворотами которым кстати и заканчивается все произведение спойлерить не буду рассказ достаточно короткий поэтому обязательно его прочитайте самое главное что поражает главного героя это эстетическая привлекательность зла ему нравится форма черная форма эсэсовцев ему нравится как это выглядит ему нравится как это щекочет его нервы потому что зло всегда обладает очарованием именно через то что она заставляет нас чувствует свою власть и главный герой в определенный момент подпадает под это очарование ему самому хочется вершить власть отныне и вершить судьбе такие дела если вам понравилась тема о которой мы сегодня с вами говорили то вообще есть немало произведений где все это освещается куда с более необычных сторон я сегодня уже упомянул один из главных романов французской литературы эпохи возрождения и это роман гаргантюа и панте-гурель франсуа рабле так вот есть один замечательный французский писатель которого зовут мишель турге и который у себя в романе лесной цель не только показывает вам совершенно необычное освещение тема немецкого национал социализма но в том числе и делает переложение этого великого романа франсуа рабле а самое главное по-другому вам говорит о святости потому что у него в романе и святой это не просто святой это на самом деле урод отщепенец которому мы вроде бы не можем испытывать никакой симпатии то есть перед нами такой монстр который обречен быть святым если вам интересна эта тема то напишите пожалуйста об этом в комментариях и мы не только снимем продолжение этого ролика но и подробнее расскажем об этом великом романе мишель турне в общем это еще одна рекомендация от меня мишель турне лесной царь если хотите ролик пишите в комментариях а мы с вами увидимся уже совсем скоро всем отличного дня